МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы получили внимание на то, что с выходом вот этого фильма Би-Би-Си относительно информационной атаки на нашего президента в связи с заявлением Белого дома о том, что действительно коррумпированный президент и так далее, и так далее. Кстати, Министерство иностранных дел самих Соединенных Штатов Америки опровергло, дезавуировало это заявление. Никаких подтверждений о том, что имела место коррупция, в общем-то, не было. Идет определенная борьба, идет определенная драка. Многие телезрители задают вопрос, что происходит на самом деле. И в связи с этим, естественно, мы уже касались этого вопроса. Очень много вопросов относительно фигуры Ленина, относительно заявления Владимира Путина по поводу атомной бомбы, заложенной Лениным в 2022 году. Мы целый выпуск программы этому посвятили, но вопрос этот вновь появляется как раз в связи с фильмом BBC. И, в общем-то, сегодняшний выпуск программы я хочу посвятить общей информационной картины, которая сложилась на сегодняшний день и которая на самом деле является темой для обсуждения. Вот эта медийная атака на президента, на его фигуру, она, конечно же, означает то, что во всем коллективном Западе принято решение все-таки бросить в бой все, что возможно, и осуществить государственный переворот в Российской Федерации. Дело в том, что Запад не такой, в общем-то, непроходимый и не изучает истории. У них сложилось четкое впечатление за прошедшую тысячу лет существования российского государства, что никакая прямая военная агрессия никогда не может привести к победе над Россией, если внутри самой России не будет пятая колонна, которая, в общем-то, и будет осуществлять государственный переворот. То есть удар по России нужно всегда вести согласованно с происками определенных лиц внутри самой России. Собственно говоря, есть даже подтверждение того, что наш Су-24, который сбил самолет американский F-16 над территорией Турции, считается, что это самолет турецкий, но на самом деле очень большие вопросы, какой летчик там непосредственно сидел. Так вот, этот удар, который привел к резкому понижению авторитета самой Турции и к санкциям со стороны России, этот удар тоже был приурочен к определенным событиям внутри России, которые не состоялись. Но хочу остановиться вот на каком аспекте. То, что Запад хочет осуществить государственный переворот, то, что Запад хочет повторить историю с Горбачевым, который на самом деле очень активно подыгрывал Западу во второй половине 80-х годов, это привело к распаду Советского Союза. Вот слово «распад» — это и есть основная тема сегодняшнего выпуска. Когда Владимир Путин поднял вопрос о Ленине не только как основателе Советского Союза, но и о как человеке, который установил определенный тип устройства государства, которое на самом деле оказалось миной замедленного действия и которое взорвалось в 1991 году, то речь идет прежде всего об устойчивости управления большой Россией, об устойчивости управления Россией с точки зрения даже границ Советского Союза или Российской империи для того, чтобы ошибки прошлого, а реально имели место ошибки, чтобы их не повторять в будущем. Мы с вами живем достаточно сложное время. Государственный переворот на Украине, который имеет историческое название Русь, тоже часть большой России. Кстати, Анатолий Вассерман, который недавно получил паспорт гражданина Российской Федерации, он сказал очень примечательную фразу, которую можно, в общем-то, растаскивать на афоризм. Он сказал, я как гражданин России получил паспорт от части России, но на самом деле моя основная цель вернуть в Россию все ее территории. По большому счету мы, крымчане, эту идею поддерживаем, потому что мы в преемственности поколений даже на нашем первом референдуме 20 января 1992 года проголосовали тогда за то, что Крым является полноправным участником союзного договора, того самого договора, который, в общем-то, подписывал Ленин и который, собственно, и был родоначальником создания Советского Союза. Вот как мир тесен, как все переплетено. И наша позиция, позиция крымчан относительно этого вопроса, она на самом деле достаточно важна, потому что мы при всем, при том, что мы достаточно небольшая территория, мы вернулись в состав Российской Федерации, мы все равно являемся фабрикой смыслов, которую мы можем ретранслировать дальше. Так вот, давайте еще раз остановимся на устройстве Советского Союза. Основная проблема, из-за чего он распался, заключалась не только в том, что центральные элиты в Москве на тот период, это вторая половина 80-х годов, и региональные элиты в союзных республиках, в общем-то, вступили в сговор, они курировались Соединенными Штатами и Великобританией и договорились о распаде Советского Союза. Этот процесс, безусловно, нанес колоссальный ущерб экономике Советского Союза, которая была по своей мощности совокупной намного сильнее Запада. Это странно сейчас слышится. Мы привыкли к тому, что Союз распался из-за своей неэффективности, из-за того, что был дефицит. Экономика не могла обеспечить там товарами народного потребления, но речь идет не об этом. На самом деле экономика была чрезвычайно эффективная, она умела концентрировать ресурсы на особо важных направлениях. Благодаря, кстати, этому мы и победили во Второй мировой войне. Благодаря этому полетели в космос. И благодаря этому, в общем-то, у нас и получилось образование, бесплатное образование, бесплатная медицина и многие вещи, которые привели к самой высокой рождаемости в Советском Союзе по сравнению с другими странами мира. Кстати, президент об этом тоже говорил. Но вот дело не только в том, что в 91-м, в 89-м годах произошли вот эти процессы во властных кругах. Дело еще и в том, что в союзном договоре была заложена юридическая норма, связанная с тем, что Россия это был союз государств, построенных на национальном признаке. Вот этот национальный признак, не национальная автономия в рамках общего государства, а как бы национальное государство, которое может войти в союз, а может и выйти. И, собственно говоря, вот этот выход, он и был оформлен, по большому счету, еще за 70 лет до распада, это был 22-й год, и мы пожинаем плоды, люди, живущие в настоящее время, в этом поколении, мы пожинаем плоды вот этого поступка Ленина, который на самом деле, я не думаю, что уж прям его являлся прямой волей, потому что такие договора подписывают не только персоны, принимающие влияние, но еще и люди, которые их окружают, которые им советуют, которые давят на них, дают распоряжения и так далее, и так далее. А Ленин у нас при всем при том, что достаточно харизматичный человек, человек, который, ну, очень креативно, очень творчески сыграл в период с 17 по 22 год. Тем не менее, это человек, который значительную часть жизни прожил вне России, а это значит сразу же возник, я уже говорил об этом, речь идет о возникновении определенных долгов и обязательств. То есть, обязательства все равно были исполнены, и, возможно, это было одним из обязательств Ленина. А вот это обязательство, почему я подвожу к этой мысли, оно на самом деле имеет несколько аналогий. Дело в том, что не сам Ленин учредил такое устройство Советского Союза. Дело в том, что на момент 17-го года Россия уже имела опыт, практически 100-летний опыт того, что на ее территории был, ну, как бы мы сейчас сказали, субъект федерации, который имел особый режим управления. Это была Финляндия. По Тильзитскому миру 1807-го года, при правлении Александра Павловича I, ну, Александра I, это государь, который, во время которого была война с Наполеоном 1812-го года, так вот, получается, за пять лет до этой войны России по Тильзитскому миру отошла Финляндия. И вот тогда, во времена правления Павла I, Финляндия получила особый статус управления, в котором, на самом деле, вот тут очень важная ключевая вещь. Финляндия на протяжении почти 100 лет до крушения Российской империи в 1917 году, она была на особом положении, она управлялась местными элитами. То есть, это была вот не автономия национальная, как это было с закавказскими регионами, с Украиной, с Белоруссией, когда в рамках большой России местные элиты управляли, они сменялись. На самом деле, не было такой, знаете, привязки с точки зрения того, чтобы вот местные элиты управляли всеми. Но создавалась ситуация, при которой эти автономные регионы, они все равно находились в составе большой России, а вот Финляндии это не касалось. Финляндии на протяжении 100 лет, с 1807 года по 1917, до того момента, когда большевики отпустили Финляндию в свободное плавание, тоже, я думаю, не сами, а тоже по подсказке людей, которым они были, должны. Вот у Финляндии за 100 лет вот этого существования в составе Российской империи сформировалась собственная элита, и когда Финляндия ушлась из России, у нее, в принципе, с точки зрения государственного строительства, все получилось. Многие люди сейчас, и те, которые бывали в Финляндии, и те, которые за ней наблюдают, подтверждают, что Финляндия, в принципе, с точки зрения системы сдержек и противовесов, с точки зрения образования, с точки зрения других аспектов государственного строительства, достигла достаточно высоких стандартов С точки зрения всего человечества. И это на самом деле невозможно было бы, если бы у Финляндии не был 100-летний период, как в инкубаторе выращивания своей интеллигенции, своей управленческой элиты, а это было на особых условиях. Ни один другой регион, ни одна другая провинция Российской империи таких условий не имели. Что это в конечном счете означает? Оно означает то, что в 1917 году, вдохновившись примером Финляндии, глобальные элиты, которые во многом участвовали в государственных переворотах февраля 1917 года и государственном перевороте октября 1917 года, кстати, Финляндия и вообще вот этот парад суверенитетов, который приписывают большевикам, на самом деле происходил в период правления Временного правительства. Это было лето 1917 года, еще задолго до того, как большевики взяли власть. Так вот, наученные вот этим 100-летним опытом воспитания элит Финляндии, часть большевиков, мы с вами помним период тотальной украинизации в начале 20-х годов в Харьковской области. Мы помним с вами вот эту попытку украинизации, которая с той или иной скоростью во времена Сталина, она замедлялась. Далее при Хрущеве она снова восстанавливалась. Советский Союз тоже стал инкубатором по выращиванию интеллигенции, управленческих элит. Это все происходило на территории Прибалтийских республик и на территории Западной Украины. И в результате за 100 лет, другие 100 лет, неполные 100 лет, возникла та самая элита, которая попыталась в 1991 году отчалить с Украиной от общего корабля России и построить свою государственность. По итогам сегодняшнего дня мы понимаем, что государственность эта не состоялась. И дело даже не в ресурсах, хотя на самом деле ни одна из республик Советского Союза, которые после распада Союза ушли в свободное плавание, ни одна из этих республик ни дня не существовала без поддержки России. Существовал определенный элитный корпоративный сговор. Дело в том, что когда в 1991 году вот это Беловежское соглашение там и так далее, и так далее, когда происходили вот эти все процессы разделения, оказалось, что на протяжении последних 25 лет, с 1991 по 2016, все советские республики, постсоветские, тем не менее, по льготным ценам, либо даже вообще безоплатно получали поддержку от большой России. И на самом деле, об этом даже говорил Буш, старший президент Соединенных Штатов Америки, для России это было достаточно большое бремя. Дело в том, что после ухода Сталина и прихода Хрущева экономическое распределение сложилось таким образом, что Россия была донором, а все региональные республики были выгодополучателями от этого. И на самом деле вот это обременение, оно тоже было одной из основных причин того, что Советский Союз не жил так уж роскошно. И вот сейчас произошла ситуация, при которой при Балтийской республике уже отстегнуты от довольствия. После грузинской войны 2008 года Грузия отстегнута от довольствия. Вот в результате того, что на Украине произошел государственный переворот, и практически год шли согласования, связанные с вот этим ассоциацией свободной торговли с ЕС, Украина тоже отключена от довольствия от Российской Федерации. И мы с вами можем видеть резкое падение уровня жизни, которое безусловно связано с ограблением самой Украины, всех активов, существующих на этой территории. Но не в последнюю очередь это связано даже не с денежным довольствием, а речь идет прежде всего об энергетических, технических, промышленных ресурсах, которыми Россия поддерживала все постсоветские республики. И вот в этой ситуации слова Путина, связанные с Лениным, связанные с союзным договором, они на самом деле имеют очень важную основу. Основная проблема, основной вопрос сегодняшнего дня, как бы ни казалось сложной ситуацией, вот сегодня, вчера, завтра, ощущение какой-то напряженности, ощущение конфликтов локальных на Донбассе, в Сирии, в Приднестровье и так далее, все равно основная проблема и горизонт планирования у нас лежит вот в какой сфере. Поскольку Украина не смогла осуществить свое государственное строительство на таком уровне, как Финляндия, и по большому счету это территория исторически являющаяся русской, Киевская Русь, ну уж точно называлась не Киевская Украина, а Киевская Русь. И в преемственности поколений там живут русины, там живут малороссы, там живут русские люди, прилагательные, а этнические это русины, руснаки и русичи. Так вот, поскольку это случилось и в государственный переворот зачеркнул государственность Украины, на самом деле там просто оккупационный режим, который сейчас занимается выкачиванием ресурсов и созданием техногенных ситуаций, при которых Украина может стать просто катастрофой для всех своих соседей, то встает вопрос о переходе к той ситуации, которая существовала до 1917 года, не в экономическом и политическом смысле, а в смысле государственного устройства большой России. Вот практически дословно так, как сказал Анатолий Вассерман, я получил паспорт из большей части России, но для того, чтобы вернуть свою часть России, где я родился, в состав большой страны. И вот эта задача, как бы к ней кто ни относился, она стоит на самом деле перед всеми нами, и нужно думать, нужно планировать, нужно загадывать желания, и нужно накачивать технологиями, энергией, убеждениями людей, которые на самом деле стоят у разбитого корыта. Очень многие люди на Украине не знают, не понимают, куда они движутся, что происходит со страной, самое главное, нету цели, куда идти, какие идеи осуществлять и озвучивать. С одной стороны, мы с вами понимаем, что количество бандеризированных, обработанных за два года вот этой оголтелой пропагандой, там действительно больше половины. Ну, кто говорит 50%, кто говорит 60%, кто 70%, там есть, безусловно, люди, очень похожие на нас, прекрасно понимающие, что происходит на самом деле, четко формулирующие оккупационный режим, в котором находится нынешняя Украина, но большая часть населения, а это такая традиция, всегда среди всей общей численности любого населения, 10-15% это те люди, которые могут формулировать задачи и исполнять их, а остальные люди, они, в общем-то, хотят видеть командира для того, чтобы за ним идти. Точно так же и происходит. На сегодняшний день командиром на Украине являются телеканалы Интер, 1+,1, ICTV, СТБ и так далее. У них люди, во власти которых поставили мятежники, осуществившие государственный переворот, два года вещания для большей части населения не могут пройти бесследно, и это ровным счетом не означает, что люди в чем-то виноваты. На самом деле у них в информационном поле нашей точки зрения как не было, так и нет. Только наиболее активные могут пойти в интернет, посмотреть новости, посмотреть даже эфир телерадиокомпании Крым, но основной массе населения это неподъемный труд, и они, в общем-то, ограничиваются тем, что слушают свой телевизор, а нам в социальных сетях пересказывают содержание этого своего телевизора. Но основная задача, как возвращать Украину. Эта, кстати, задача, она воспринимается даже многими людьми у нас и на Донбассе как крамольная в том смысле, что если эти люди бомбили Донбасс или если эти люди осуществляли кровавое преступление в Одессе, бомбили Луганск и так далее, то как можно с ними жить в одном государстве? Это все понятно, это все звучит справедливо, но на самом деле это не звучит справедливо вот с какой точки зрения. Дело в том, что устойчивость управления Украиной с каждым днем все ниже и ниже. Рано или поздно произойдет обвал и крушение этого управления. Понятное дело, американцы и немцы будут это все поддерживать по мере сил, но это ровным счетом не значит, что Запад возьмет Украину на содержание, так как это осуществляло РСФСР во времена Советского Союза или так как это осуществляла Российская Федерация во времена уже после Советского Союза. То есть вот этих льготных цен, вот этого вот снабжения электроэнергии, бензином, нефтью, газом и так далее, даже с учетом схем газовых и так далее, вот этого с точки зрения со стороны Запада не будет. Соответственно, только из-за ресурсной низкой обеспеченности, только из-за того, что все элиты сейчас уходят в кэш. Они продают все свои активы, они пытаются ограбить урожай зерна, а Украина это прежде всего чернозем. Они пытаются сейчас ограбить население с точки зрения коммуналки, с точки зрения других возможностей ограбить население. Они ввели закон, который отменяет бумажное свидетельство на право имущества недвижимостью и так далее, и так далее. То есть там идут процессы ограбления остатков населения, которое еще не сбежало в Россию, и выводов кэш всех активов. Так вот, с этой точки зрения государственность Украины обречена. С другой стороны, мы имеем примерно 60, может быть, даже больше процентов населения, которое себя ментально связывает с украинским проектом. И вот здесь на самом деле, возможно, ситуация определенного переходного периода, но в результате этого переходного периода все равно дебандеризация и денационализация Украины этот процесс будет осуществляться. Потому что эти воинские преступления и государственные преступления, которые осуществили мятежники, это 2 июня Луганска, когда Су-24 бомбил центральную площадь Луганска. Это 2 мая 2014 года в Одессе. Это непрекращающиеся бомбежки, бомбардировки городов Донбасса. Это геноцид населения в прифронтовой полосе. Это воинские преступления всех территориальных бандформирований, которые не являются легитимными и так далее, и так далее. И это огромное количество оружия, которое сейчас кочует в этих же руках по всей территории Украины. Очень сложная ситуация. Но вот этот вот период дебандеризации, деноцификации, он все равно должен пройти и по большому счету картинкой будущего в будущем. При всем при том, что многим людям может не понравиться, может понравиться, заключается в том, что Украина, которая потеряла свою государственность. А по факту мы с вами видим, что там нет людей, способных управлять государством в автономном режиме. Украина не обеспечена ни энергетическими ресурсами в достаточной степени. Она уничтожает свой инженерно-технический потенциал. Она закрывает свои высокотехнологические предприятия. И в результате этого государственности там уже нет. И получается ситуация, при которой, когда люди уже не смогут, они начнут забывать о том, что они связывают себя с проектом Украины, когда им просто нужно будет понимать, что они будут есть сегодня днем, и завтра чем они будут кормить своих детей. Вот в этой ситуации Украина вместе с областями войдет в состав большой России. И, в общем-то, с этого момента и начнется возрождение той самой ситуации, которую заложил в 1654 году Богдан Зиновий-Хмельницкий, и который, знаете, мир цикличен. Вот история, она повторяется. Когда он присоединил к русскому престолу украинские земли, и практически на протяжении 400 лет Украина была в составе большой России и, собственно говоря, была одной из национальных автономий. Национальных в данном случае это не потому, что там жили нерусские люди. Там жили русские люди южные, которые говорили на суржике, не на украинском языке современном, которые, в общем-то, занимались охраной южных рубежей. А по большому счету мы с вами помним, что там была та же самая проблема, связанная с турецкой агрессией. Турция, она как страна, всегда стояла на юге для того, чтобы быть, ну, как бы, знаете, смотрящим за Россией. И на протяжении всего этого периода у нас с вами было 25 войн с турками. Последняя война у нас была в 2014-2015 году, когда крепость Баязет, когда, в общем-то, случился разгром Инвера Паши в 2015 году. Вот как раз, кстати, в январе мы отмечали 101-ю годовщину этого сражения, которое, в принципе, и послужило началом конца той турецкой Османской империи. Дальше уже начался другой период, связанный с ататюрком. Вот та картина будущего, которую я хотел сегодня рассказать, и она непосредственно связана с тем, что мы живем в Крыму. У нас с вами прошло два референдума. Один в 92-м году, а второй в 2014-м. И все эти референдумы в той или иной степени связаны с договором Ленина 22-го года. Все эти наши референдумы связаны с возвратом в состав Российской Федерации. И вот точно так же, по примеру Крыма, который вернулся в состав Российской Федерации, каждый регион Украины, каждая область, либо объединенные области, они должны ставить своей целью у своего населения. Понятное дело, что у элит, которая хранит свои заработки в офшорах с английской юрисдикцией, другие интересы. Но у людей, которые живут на земле, возврат в состав Российской Федерации – это основная цель, которая перед ними должна стоять. Они должны провести фильтрацию всех бандеровцев, они должны особо оголтелых посадить. А тех, которые просто были отмечены в социальных сетях, которые просто пересказывали свой телевизор, именно для них является это выгодным еще и потому, что если, например, на территории Украины возникнет другое государственное образование, то там не будет регулярного судопроизводства. И воинские преступления там могут расследовать и судить совершенно по-разному. А в России есть регулярное судопроизводство, которое гарантирует людям, не обогревшим руки кровью, нормальный суд, который на самом деле многим людям, которые не следят за языком в социальных сетях и оправдывают воинские преступления бандеровцев, а не будет вменено как воинское преступление. И, соответственно, решится сразу несколько задач. Восстановится мир, справедливость, нормальная экономика на территории всей Украины, которая раньше называлась Русь. И закончится вот эта вот вражда, которую австрийский генеральный штаб начал выращивать еще в первой половине XIX века на территории Западной Украины, еще в составе Австро-Венгерской империи. Вот эта вот сегодняшняя тема программы «Информационная война» во многом связана со словами Путина относительно Ленина, во многом связана с тем, что на нашего президента началась медийная атака со стороны Запада. И эта медийная атака, она должна привести к тому, что каждый гражданин Российской Федерации и каждый человек, который, как Анатолий Вассерман, стремится вернуться на большую родину, должен четко понимать, что происходит на Белом Свете и как парировать выпады наших идеологических партнеров. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин